Добрый вечер, уважаемые телезрители! Сегодня гость нашей студии, гость рубрики «Серьезный разговор» Владимир Петрович Разумейко, депутат Сахалинской областной думы, главный врач Сахалинской областной клинической больницы. Владимир Петрович, здравствуйте! Здравствуйте, уважаемые ахинцы! О работе Сахалинской областной думы, о законотворчестве в различных средствах массовой информации говорится довольно-таки много, но именно для зрителей ахинского телевидения, для ахинцев, если можно, то о каких законодательных инициативах, о каких законах, ну может быть в большей степени социального характера, а вы могли бы сегодня рассказать, как в этом плане работает Сахалинская областная дума? Ну вот я как бы итоги подводил за 2018 год, вот что у нас нового в 2019 году? В 2019 году было 17 пленарных заседаний, принято 60 законов, вот много это или мало, за два года принято 180 приблизительно законов, сейчас за полгода мы приняли уже 60 законов. В основном, конечно, эти законы социального характера, потому что дума-то и орган, именно тот, который принимает законы социального характера и старается в этом направлении больше всего и двигаться. Основные какие вопросы, которые рассматриваются на думе? Ну в первую очередь, конечно, это бюджет, это принятие вот результатов исполнения бюджета 2018 года и бюджет 2019 года. Бюджет 2019 года достаточно у нас хорош, это практически 144 миллиарда, из них, надо сказать, почти 57 процентов, это те средства, которые направлены на различные меры социальной поддержки, на различные направления социального характера. Это около, если я не ошибаюсь, 60, около 68 миллиардов рублей. Ну сюда, конечно, входит здравоохранение, культура, спорт, социалка, вот эти направления, более 57 процентов от всего бюджета. Я, конечно, приводил показатели министр социального, по социальным вопросам Касьянова о том, что Сахалинская область входит в тройку регионов России, Москва, Петербург, Сахалинская область, по степени социальной обеспеченности, то есть по уровню социальных законов и денег, которые на них отводятся. Как минимум не в тройках, мне кажется, мы даже на первом месте по количеству законов, которые вот именно социальной направленности и различных льгот. Их больше 200 уже на сегодняшний день, они есть такие глобальные, есть, конечно, более не очень такие, может быть, значимые, но тем не менее, вот более 200 у нас социальных год. Поэтому бюджет вот и 18-го, и 19-го года, конечно, основная его направленность, это была социальная. Что касается, конкретно, наверное, все-таки ахинцам интересно, что касается Ахи, здесь достаточно неплохие цифры по дорожному строительству. Я знаю, там около 140 миллионов на этот год выделено, три аукциона должно было пройти в Ахе по дорогам внутренним, которые в городе. К сожалению, два из них не состоялись, сейчас будут повторно, и я думаю, что они в любом случае состоятся, и дороги города будут приведены в порядок. Хотя на сегодняшний день они, конечно, оставляют желать лучшего. Достаточно серьезные деньги даны на снос аварийного жилья, их, если я не ошибаюсь, 12 домов, на ремонт квартир, те, которые сегодня пустующие. Уже на сегодняшний день использовано 17 миллионов, там около 15 квартир приведены в соответствии, уже сделан достаточно хороший ремонт. Выделены в этом году для Ахинского района по поездке губернатора, когда мы были еще совместно с ним, здесь ремонт, деньги на капитальный ремонт пятой школы, там чуть более 60 миллионов рублей. К сожалению, аукцион, я насколько знаю, тоже не состоялся, никто не заявился, сейчас повторно, будем надеяться, что все-таки повторно аукцион пройдет, и пятая школа получит достойный капитальный ремонт. Ну, ахинцы видят, что продолжается ремонт парка, там уже сегодня вот я был, заезжал, там достаточно красиво, по крайней мере, с виду выглядит поле. Но деньги на продолжение всего задуманного уже выделены, и это будет продолжаться. Что касается таких общих льгот, которые касались бы не только Ахинского района, а всей Сахалинской области, ну, наверное, в первую очередь нужно выделить следующее. Мы двинулись с депутатами областной думы дальше, если в прошлом году была принята поправка для неработающих пенсионеров категории 40+, то в этом году принята следующая поправка для неработающих пенсионеров категории 35+. То есть те пенсионеры, у кого есть стаж 35 лет и более, с 1 апреля 2019 года будут получать ежеквартальную выплату. В сумме по году эта выплата будет составлять 12 тысяч рублей. Много это или мало, ну, тут сложно сказать, но как минимум это лучше, чем ничего. Право вот на новую меру социальной поддержки имеют все, кто проработал от 35 лет в районах крайнего севера. Да, неработающие пенсионеры. Кстати, сразу хочу сказать, вот по поправке, которая была 40+, приняты дополнения, сегодня в стаж входит служба в армии или Советского Союза, или Российской Федерации при маленьком, но очень важном уточнении, независимо от места службы. То есть раньше как бы вот стаж, если человек службу в Советской Армии или Российской Армии проходил за пределами Сахалинской области, не в районах крайнего севера, то этот стаж не входил, и многим, как бы, пенсионерам не хватало. Сегодня вот этот казус удален, поправлен, поэтому служба в рядах армии приравнивается к работе. Второе, наверное, о чем нужно сказать, это во втором чтении уже 20 июня, вот второе чтение прошло, это закон о ежемесячной социальной выплате семьям, у кого дети не посещают детское дошкольное учреждение, от полутора до трех лет. У нас как бы по закону до полутора лет семья или мама получает 40% от зарплаты, которая у нее была до того, как она ушла в декретный отпуск, а после полутора лет как бы мама ничего не получает. К сожалению, если вопрос о детских садах с трех лет и выше на сегодняшний день в Сахалинской области решен полностью, то от полутора до трех лет сегодня около 700 детишек. То есть, категория есть, которая и даже хотела бы попасть в детский сад, и мама бы, наверное, хотела бы пойти на работу, но возможности попасть в детский сад пока нет. Для этого нужно около пяти средних детских садов. Когда они будут построены, тогда, наверное, появится такая возможность. Сегодня возможности такой нет. Поэтому принято решение, что этим детям, вернее, этим родителям, скорее всего, будут проводить определенную доплату в размере суммы средней, которая является средней для ребенка, и она ежеквартально меняется. На сегодняшний день эта сумма 14,5 тысяч рублей. Это прожиточный минимум, который положен в Сахалинской области на одного ребенка. Сразу надо, наверное, сказать, что это адресная помощь, и получить ее пока могут не все. Вот как раз группа родителей обратилась накануне вашего приезда сюда, попадающие в эту категорию дети от полутора, они посещают детский сад. Ограничения для права на вот эту льготу обладают семьи, у которых средний душевой доход на всех, не менее 22 тысяч что-то там на человека. И получается, семья из трех человек, муж получает, условно говоря, 60 тысяч рублей, все, они правом на получение этих денег, 15 тысяч рублей, этим правом не обладают. Поэтому, конечно, 60 тысяч рублей для семьи, это из трех человек, ребенок растет, но, наверное, тоже не самые великие деньги, поэтому обращаются с просьбой, либо распространить эту льготу, вообще просто всем ее выдавать, независимо от дохода, либо как минимум рассмотреть вопрос, потому что 22 тысячи рублей дохода средний душевого для Анивы и для Ахи, или для Курил, это две большие разницы. У нас даже здесь коэффициент зарплатный совершенно другой, то есть как минимум ввести, может быть, коэффициент поправочный, чтобы категорию людей, ну, могли бы мы увеличить здесь на севере, которые могли бы получать эту доплату. Ну, совершенно с вами согласен, это вот выплата носит адресный характер, и нужно не превысить полторы величины прожиточного минимума. На сегодняшний день это 14 тысяч 200 рублей, то есть полторы величины, это что там получается, 21 тысяча 300 на каждого члена семьи. То есть если семья из трех человек, мама, папа и ребенок, то есть получается 63 900. Вот если вы получаете, папа работает один и получает 63 900 и меньше, тогда на эту льготу семья имеет право. Если больше, права пока нет. Я бы хотел, наверное, сказать, что все-таки эта льгота, и эта льгота-то принята для того, чтобы помочь всеми, у кого низкий доход, а, наверное, не всем подряд. Но, вот услышав этот вопрос, наверное, здесь есть такой небольшой казус, который связан с коэффициентом. То есть если коэффициент на югах один, в середине Сахалина второй, а вот на Курилах или в Ногликах и Ахе выше, то, естественно, и средняя заработная плата выше. И тогда вроде как бы тут какая-то несправедливость существует, что те же ахинцы также попадают под вот эту сумму 60, хотя цена здесь на продукты питания, на коммунальные расходы выше. Поэтому я услышал, я готов выступить с инициативой и внести поправки. И переговорить с депутатами, чтобы они поддержали. Ну и как вариант, понятное дело, говорить о коэффициенте, но тем не менее мы должны всегда стремиться, по крайней мере, защищать интересы или работать по обращениям наших граждан. Все-таки вот вопрос в целом выдавать эту 700 семей, независимо, может быть, от дохода рассмотреть, все-таки не ограничивать ее вот этим по полутора коэффициентам, по полтора прожиточных минимума или с поправочным коэффициентом на север. А может быть предложите с коллегами, обсудите с правительством Сахалинской области, может быть мы все-таки найдем деньги в бюджете и всем семьям, независимо от их дохода, попробовать все-таки эту доплату делать. Ну вот как вариант для обсуждения. Хорошо, но я думаю, все-таки, наверное, правильнее сначала пойти по коэффициенту и разграничить. Вот север-юг, это будет, мне кажется, попроще, и тогда все будут как бы более-менее в равных условиях. О каком законе я еще хотел бы сказать, что во втором чтении опять уже окончательно принят региональный закон, который расширяет право семей на господдержку для решения жилищных вопросов при рождении второго ребенка. До принятия этого закона, закон трактовался следующим образом. При рождении первого ребенка семья имела право на 500 тысяч для улучшения своих жилищных условий, то есть, в первую очередь, для погашения ипотеки. При рождении второго ребенка на 1 миллион рублей, при рождении третьего ребенка на 2 миллиона рублей. Но был один такой нюанс, что если вы воспользовались при рождении первого ребенка под этой льготой за 500 тысяч, получили 500 тысяч уже, то при рождении второго ребенка вы больше льготой пользоваться не можете. Вот этот нюансик убран. Теперь при рождении первого ребенка, пожалуйста, 500 тысяч, при рождении второго ребенка миллион, при рождении третьего ребенка 2 миллиона. То есть, как бы, это и стимулирует людей для рождаемости. Ну и, наверное, это просто справедливо. То есть, кто-то за первого ребенка получил 500 тысяч, больше ни копейки не получит и так далее. Поэтому вот эта поправочка единогласно была принята депутатами. Также принят закон о социальной поддержке родителей, которые вот сегодня в детские сады, в частные. В связи с тем же вопросом, вот за неимением мест от 7 месяцев до 3 лет, если вводят в частные детские сады, то эти семьи имеют право на льготу до 50% от суммы, которую они платят за частный детский сад, ну не более 10 тысяч рублей в месяц. Как бы это тоже очень хорошее подспорье мамам, которые сидят дома, не работают в связи с тем, что вот у них маленькие дети. Небольшой закон увеличена выплата донорам с 400 до 500 рублей за одну дачу крови. Ну и вот, наверное, так вкратце вот эти основные, основные такие социальные законы, которые, ну, наверное, интересуют жителей всей области и, конечно, Ахинского района. Есть еще большой блок, может быть, мы поговорим о направлении здравоохранения. Отдельно мы этот вопрос затронем, он у меня есть в планах. Владимир Петрович, а как много вот такого рода социальных законопроектов? Вы сказали, что сейчас, в принципе, эти законы, мы почти на 100% уже, ну, опережающими темпами принимаем те или иные социальные законы, законотворчеством занимается Сахалинская областная дума. Как много такого рода проектов выходит из правительства Сахалинской области сейчас? То есть, как много в этих законопроектах инициативы, ну, руководства области? Вот вы знаете, чтобы так голословным не быть, можно же просто ответить, много. Ну и хорошо. Кстати, их на самом деле выходит сегодня больше, чем было до этого. Ну, это связано с хорошим бюджетом, что у нас есть деньги и так далее, и так далее. Ну, и связано, наверное, с социальной направленностью, связано, не будем тут лукавить, и с выборами, которые нам предстоят. Ну, вот как пример. Вот обратились ахинцы с письмом по переселению пенсионеров, инвалидов, пенсионеров из районов Северного Сахалина на юг. Ну, там было большое письмо, что существовала программа еще там в 16-м году. Люди обращались к Капочкину, приезжал сюда, и ко мне обращались, все эти письма тоже уходили туда. Да, вот я это письмо, конечно, получил. Было инициировано серьезное совещание, на нем присутствовали несколько наших депутатов, в том числе зампред правительства по строительству, потом министр социальной защиты Елена Николаевна. Как бы, ну, совещание такое было на высочайшем уровне. Вот мы зачитали, лично я зачитывал это письмо, рассказывал о ситуации, которая здесь сложилась, и мы пообсуждали, я к чему говорю. Вот есть посыл, и сразу же на него идет реакция. Вот это радует. Мы пообсуждали. Программы, конечно, с 16-го года никакой не было, тогда просто была возможность такая переселить старшее поколение в дома, которые строились на юге, это в Новотроицком и в Соколе, если я не ошибаюсь. Там не все так было гладко, потому что вместе с пенсионерами переселялась молодежь из Ахи. Или вместо пенсионеров. Или вместо пенсионеров. И все так было как-то вроде и направление хорошее, вроде и задача поставлена была правильная. Результат был неоднозначный. Но, невзирая на все это, принято решение, что нужно продолжить это дело. Продолжить это дело, может быть, более строго, более конкретно. Начать с одиноких пенсионеров. Или с пенсионеров, которые, одинокие я имею в виду пара пенсионеров живет. Вот с них начать. И в первую очередь с тех пенсионеров, которые живут еще и в домах аварийных. Которые у нас перечень летают под переселение. Поэтому вот уже по результатам этого совещания было дано поручение Касьянову и Леониду Николаевну, что сегодня со всех муниципалитетов, потому что, понятно, нельзя принять закон только для Ахи, он будет принят для всей Сахалинской области, естественно. Поэтому со всех муниципалитетов соберутся списки пенсионеров, проживающих в аварийных домах. В первую очередь, конечно, одиноких. И этот результат мы должны получить к 1 августа. То есть не такой большой срок дан, месяц для составления списка. Как у нас будут списки, тогда можно будет просчитать, сколько нужно квартир, сколько человек должны переехать и уже принимать закон. Я думаю, что если мы немножко пошевелимся вместе с муниципалитетами, то до конца года, вполне возможно, этот закон будет принят уже с конкретными показателями, с конкретными направлениями и с конкретными местами проживания для людей, которые сегодня живут на севере, много лет уже прожили, отдали и здоровье, и трудились здесь. И сегодня, наверное, будет правильно, если они переедут как минимум на юг Сахалинской области. То есть вот здесь, в этом примере, показывается то, как должна работать вся система обращения, люди обращаются на местах, видят проблему, адресуют ее через депутатов до областной думы, областная дума вместе с правительством этот вопрос решает. Таких проблем, кстати, несколько. Вот буквально, наверное, на той неделе было письмо о закрытии школы в Восточном. И там же 6 детей остается, которые... Вопросы о переселении семей. Да, о переселении семей. Вроде бы, с одной стороны, это нарушение закона дать квартиры в Ахе, даже учитывая то, что здесь есть пустующее жилье, здесь есть возможность дать. И вроде как бы надо только возить тогда этих 6 детей на автобусе и в Пургу, и в Гололед, и в Распутицу, их надо возить каждый день в школу. Вот это по закону. Но, может быть, это и по закону, но это как бы абсурдно. И какое видение? Видение следующее, что как бы от областной думы будет... Ну, решение мы принять такого не можем. Решение это за главой. Но, как минимум, письмо, наша поддержка, вот в направлении, что мы готовы приложить все свои силы для того, чтобы жителям, вот этим 6 семьям дать жилье в Ахе. Тогда надо же такое письмо и на прокуратуру подготовить, чтобы на жилищный кодекс, каким-то образом, если даже там будет нарушение, может быть, сейчас юристы смотрят, на каком основании возможности. Возможность, да. Почему? Это ведь не просто потому, что, ну, мы захотели и дали жителям Восточной, а потому что закрыта школа, потому что дети могут пропустить... В связи с, ну, какими-то погодными условиями, еще чем-то, там автобус сломался и так далее, и так далее. В связи с тем, что дорога до Восточного не асфальтирована и так далее. Детей туда крестить, там час, час обратно. Кроме того, что существует вот общеобразовательная школа, ведь существуют еще различные кружки, которые дети бы... Дополнительное образование. Да, хотели бы посетить, а мы лишаем этих детей в связи с тем, что вот такие ограничения в жилищном кодексе. Поэтому Дума выскажет свою позицию и напишет письмо и на главу, и на силовые структуры. Чтобы здесь где-то нам какое-то принять здравое решение в этом направлении. Это я вот к чему рассказываю? К тому, чтобы люди понимали, что если они пишут письмо, оно никуда не девается. Его обязательно рассмотрят. И если есть возможность, а чаще всего такая возможность появляется, ну, как минимум, если это в рамках закона, то все это решается быстро. Вот недавно было письмо от депутата вашего, Ахинского собрания, о цене на, у нас есть от областной больницы в городе Южно-Сахалинский пансионат, где люди, которые приезжают на обследование там и так далее, проживают. Там хорошие достаточно номера с телевизором, есть одноместные, двухместные. Цена 900 рублей. 800-900 в зависимости там от номера. Как бы цена достаточно социальная, маленькая. Для инвалидов первой-второй группы там вообще льгота. 50% она скидка. А инвалиды третьей группы, ну, как бы третья группа работающая, поэтому вот в эту льготу они не попадают. И вот я, к сожалению, не помню сейчас фамилию депутата, это девушка. Вот она написала письмо, что к ней обратились депутаты третьей группы. Что вот они инвалиды, да, депутаты говорят. Инвалиды третьей группы, что они часто ездят в Южно-Сахалинский. Как бы, ну, они бы тоже хотели воспользоваться этот год. Ну, мы рассмотрели, я думаю, с 1 июля мы примем вот такой закон. Это в наших силах. Это о чем говорит, уважаемые телезрители? Не стесняйтесь обращаться к своим депутатам, ни какого-то отписки вы не получите. То есть работа ведется, если есть возможности, любые вопросы, они будут серьезным образом отрабатываться. Если не на уровне Ахинском, то, понятно, эти все вопросы мы адресуем нашим областным коллегам. Владимир Петрович, ну вот вы уже упомянули вопросы медицины. И на самом деле вопросы здравоохранения последние, ну, наверное, полгода, а последние три месяца особенно, медицинская тематика здравоохранения не сходит с экранов телевизоров, с лент новостных агентств. То, что сейчас происходит в сфере здравоохранения, ну, в Сахалинской области, ну, просто вызывает в хорошем смысле недоумение у тех вот рядовых потребителей медицинских услуг. Телефон 1-300, решение кадровых вопросов, закупка оборудования. Вот вы, как человек-специалист, много лет проработавший в сфере медицины, как вы оцениваете весь тот огромный пакет нововведений, который сейчас происходит в медицине? Может быть, как раз обозначите те из них, которые, на ваш взгляд, вот сейчас крайне необходимы и нужны? Ну, так скажем, все эти нововведения, которые сегодня существуют, их оценивать можно, конечно, по-разному. Но радует-то одно, что в медицине сегодня пристальное внимание. Когда есть пристальное внимание, начинается совершенно другая работа, выделяются совершенно другие деньги, строится тактика, стратегия и так далее. Хорошо или плохо то, что сегодня в ручном режиме пытаются решить все вопросы? Ну, наверное, для начального этапа, вот мы сегодня так начали. Ну, наверное, хорошо. Я думаю, что долго это вот в ручном режиме продолжаться не должно. Должна быть отработана система. Сегодня вот новое руководство и здравоохранение, и пытаются выработать вот эту систему, чтобы отойти вот от линии 1.300. Она, кстати, сегодня приносит достаточно большую пользу. Ведь, ну, кто-то, будем так говорить, кто-то пользуется не совсем добросовестно, но тем не менее, тем не менее, если даже 50% людей, которые позвонили на эту линию, потому что по разным причинам, и в первую очередь с тем, что где-то их не досмотрели, где-то им не сказали, что им делать, и где-то они просто, мол, они бьются об стену и не могут попасть ни к врачу, ни на госпитализацию, ни на консультацию, и благодаря вот этой линии они попали, добились, и от этого появилась польза, то это уже хорошо. И даже если есть какие-то шероховатости и минусы, я думаю, сегодня это нужно потерпеть. В первую очередь, конечно, потерпеть медицинскому сообществу. Потому что, ну, как бы весь вот этот новостной поток построен так, что плохо, пока не работают, надо привлекать других и так далее. Все население борется с медиками, да? Да, не надо. Такое создается, да? Да, а бороться-то с медиками не надо, они точно такие же люди. Кто-то работает хорошо, большинство, кстати, работает хорошо, кто-то не очень. Вот с теми, кто не очень, будем разбираться, будем помогать им. И поэтому вот эта линия-то и есть, чтобы ее ввели, чтобы была такая двухсторонняя связь, чтобы и мы посмотрели, а где мы проваливаемся-то. Сегодня очень хороший проект, кстати, проект этот привнесен в Рио губернатора, это бережливая поликлиника. Начинали мы его раньше, начинали немножко не так. А сегодня вот компания, которую привел сюда Валерий Игоревич, она давно этим занимается, они давно этим занимаются, у них весь алгоритм отработан, и вроде мы когда начинали у себя даже в областной поликлинике, сначала это вызывало улыбку, потому что надо было графики какие-то чертить, потому что обязательно здесь должна быть красным линия начерчена, а здесь желтым, зеленым, и по-другому никак. И вроде это улыбка. А вот когда эти линии красные, зеленые, желтые начали работать, и когда сегодня попасть, мы начали вот с кабинета травматолога, когда мы временные параметры все вот отсчитывали до и после, когда от раздевалки до выхода из поликлиники попасть в травматологу нужно было 63 минуты, а сегодня 16, то мы как бы поняли, что система работает, и сегодня вот по этой системе мы пытаемся выстроить всех специалистов, я думаю, вот уже до конца лета она будет выстроена, все специалисты будут работать именно по этой системе, и тогда это нам даст что? В первую очередь, конечно, доступность, ну и не теряя, конечно, качества. То есть вот эта система, она как бы концентрирует вот эти два понятия в совместную работу. Ну, естественно, раз такое пристальное внимание в медицине, то беспрецедентное выделение денежных средств на оборудование. Это около 2 миллиардов 700 миллионов. Я такой суммы, вот уже сколько тут работаю в медицине, 30, я уже забыл сколько, 34 года, я такую сумму вообще никогда не помню, чтобы она была. Вот в этом году такая. Поэтому, ну, практически закроют все, я не знаю даже какое слово подобрать, все направления, где чего-либо не хватает. Мало того, вот по областной больнице будут развиты совершенно новые направления, которых до сегодняшнего дня не было. Это операции на сердце. Мы открываем вот к концу года уже новое отделение, это отделение аритмологии. На сегодняшний день кое-каких в Сахалинской области нет, специалистов нет, оборудования нет. К концу года, уверяю вас, все это будет. С нуля создавать все, да? Да, с нуля мы создаем новое отделение с привлечением, кстати, специалистов с материка, которые уже не один год проработали в этом направлении, которые готовы поработать у нас несколько лет, помочь нам создать эту службу и так далее. А это, ну, одна из самых важных служб в сердечно-сосудистом направлении. Кроме этого, новейшее оборудование – литотриптор. Это вот дробление камней в почек без разреза. Ну, про эфи я сказал для аритмологии. Очень большая очередь сегодня в офтальмологии. Мы покупаем самый новейший фетом-секундный лазер. То есть, лазерная офтальмология, она в зачаточном состоянии сегодня, но вот с приобретением этого оборудования мы просто, ну, скакнем вперед. Оборудование мирового уровня, которое стоит в клиниках Цюриха, условно говоря, да? Ну, там даже, я бы так сказал, не все оборудование есть в клиниках Цюриха. Поэтому, кстати, и задача, я пока еще не знаю, как такую задачу решить, но вообще-то задача ставят. Мало того, что вот на этом оборудовании нашими специалистами, специалистами, которые будут привлечены с материка топовыми, так называемыми специалистами, оказать полностью качественную медицинскую помощь населению Сахалинской области, но и сделать так, чтобы Дальний Восток и прилегающие заграничные регионы также поехали к нам. К нам. Чтобы мы не собирали деньги на лечение наших там больных, детей, отправляли их в клиники там, ну, Южно-Кореи и так далее, да? Чтобы мы могли достичь этого и лечить их здесь. У нас на сегодня все есть, причем о клиниках для больных детей, что мы направляем, собираем деньги впервые в этом году в резервном фонде за резервированную сумму в 50 миллионов рублей именно для таких случаев. То есть, если ребенок, взрослый, неважно, форс-мажор попал в какие-то обстоятельства, нужна медицинская помощь или в центральных клиниках Российской Федерации, или за рубежом, вот на это есть деньги. Чтобы мы уходили от того, о чем говорят люди, мы деньги СМС-ками собираем на лечение детей, спрашивается, где государство, где деньги бюджетные, да? То есть, здесь вот мы их, здесь мы эти деньги найдем. А оборудование завезут, технологии появятся, кадры. Понятное дело, что сейчас привезут сюда высококлассных врачей, наверное, за большие деньги мы их купим, но это и правильно, мы должны вкладывать средства в медицину. Но речь шла об учебе, о повышении квалификации наших сахалинских врачей, причем речь шла об учебе их за пределами России, ведущих тоже в медицинских центрах мира. Вот есть такие планы? Наши кинские кто поедут? На сегодня из Ахии я пока не знаю, я только вчера вечером приехал, еще в больнице не был. Вот сначала... Сейчас они к вам в очередь станут. Сначала к вам. В загранпаспортах. Нет, есть ведь специальный бланк, который нужно заполнить. Вот в областной больнице мы уже заполнили. Там, кстати, есть такие ведущие университеты, как Гарвард, во Франции несколько университетов в Германии. Ну и кроме того, конечно, ведущие наши клиники. То есть готовы, правительство Сахалинской области, готовы направить наших специалистов туда. Это не значит, что они будут там 5 лет обучаться. Нет. Это значит, что они там будут обучаться 10-15 дней. Но должны оттуда подчеркнуть все новейшее. Все вот те направления, которые мы можем сегодня предоставить населению, но не предоставляем. Вот они поедут туда посмотреть. Абсолютно правильно. Тем более, кроме того, что вот ведь программа привлечения молодых специалистов, я про топовых уже сказал, она никуда не делась. Наоборот, даже та сумма, которую мы давали молодым специалистам, так скажем, на обустройство, она выросла. Сегодня она выросла до 2 миллионов рублей уже, вот в Ахинском, например, районе. Кроме того, что очень важно, в законе отдельной строкой прописана сумма, которую специалист может получить за жилье, которое он снимает, 25 тысяч рублей на сегодняшний день. Ежемесячно эта сумма. Если тебе не дали квартиру, ты снимаешь жилье, то вот в районе 25 тысяч ты имеешь как бы право. Кроме этого, поправки, если раньше у нас для молодых специалистов ежемесячная доплата составляла в процентах, там от 10 до 30 процентов по-разному от оклада, то сегодня это фиксированная сумма. И для Ахинского района это от 9 до 12 тысяч рублей в месяц. То есть, это достаточно приличная сумма для молодого специалиста. Вот, кстати, насчет жилья хотел бы тоже с вами, как с законодателем, один вопрос обсудить. Недавно к нам приходила к депутатам собрания Роза Федоровна Муртазина, рассказывала о работе по привлечению молодых специалистов и выразила мнение, что хорошо, молодцы те многие, которые приезжают к нам в Аху, получают жилье и много лет работают, честь им и хвала. Но есть категория такая, что приезжие сюда специалисты, психология временщика, получили квартиру, наработали стаж, наработали опыт и уезжают. Наверное, этот же вопрос касается не только образования, но и в медицине, наверное, такие тенденции по приезжим специалистам, наверное, тоже есть. И речь идет о том, что те наши или сахалинские, или ахинские подростки, дети, молодые люди, которые могли бы выбрать для себя профессию врача или учителя, они, вернувшись в Аху, право на жилье, на квартиру иметь не будут, потому что они имеют ахинскую прописку, и они также на равных основаниях, как и все граждане, получат или нет квартиру. Так вот, речь идет о том, что можно ли рассмотреть вопрос внесения изменений в законодательство, чтобы мы могли адресную целевую помощь или единовременную выплату врачам и учителям с пропиской местной, также выделять им на приобретение жилья. То есть мы таким образом могли бы, может быть, больше привлекать в профессию наших сахалинцев или жителей Ахинского района. Значит, я скажу больше. Вот на сегодняшний день в связи с такими вот программами, программы такие по привлечению специалистов уже не только у нас существуют, они практически по всему Дальному Востоку, ну там суммы разнятся, тем не менее, на квартплат. Уже образовалась такая когорта врачей, или я не знаю, как их правильно назвать, которые год отработали там, мигрируют, да, и зарабатывают именно на этом. Поэтому сегодня для того, чтобы квартира стала твоей, нужно отработать 10 лет. Сегодня даже если ты попал в программу, во-первых, ты должен сначала отработать минимум 6 месяцев. На тебя должны посмотреть, что ты за работник, что ты из себя представляешь, уровень твоей квалификации, как ты относишься к пациентам и так далее. Если вот все эти параметры полностью устраивают администрацию больницы, население, то на этого молодого специалиста пишется ходатайство. Только тогда он попадает в программу. И тем не менее, 10 лет срок, который ты должен отработать. Иначе квартира не твоя, иначе ты должен отдать деньги, которые получил, вот те 2 миллиона, через суд там или добровольно, это не важно. Поэтому теперь, что касается, значит, поправка такая принята. Я, кстати, просто не знаю, что там с учителями, но вот я сейчас вернусь, я выясню. По медицинским работникам такой проблемы нет. Если ты даже житель Сахалинской области и попадаешь в программу, то ты имеешь право на жилье. Ну тогда, может быть, надо по учителям этот вопрос выяснить, потому что вот такая проблема, мы ее озвучили, и желательно есть такое мнение, желательно закреплять квартирой. Выяснить-то я сейчас могу. Я единственное могу сказать, что ведь программы, конкретной программы, которая бы была в виде закона, по учителям не существует. Поэтому поправки и дополнения вносить-то некуда. Тогда надо вот как-то этот вопрос обсуждать. Это нужно создавать именно программу, вот такая, которая создана по здравоохранению, по учителям. Сегодня отдано на откуп муниципалитетам, в первую очередь, потому что... Тут же личный кодекс, через прописан, мы с тем же сталкиваемся, что и на Восточке, условно говоря. То есть, вот здесь вот, может быть, как раз нужно и областное решение, там адресная целевая программа по выделению, ну там денег, допустим, на приобретение жилья, одновременная выплата, то есть, жителям Ахинского района, которые заключили договор, контракт с образовательным учреждением, ну и так далее. То есть, вот обращаемся к вам, к областному депутату, что такая ситуация есть. Может быть, надо будет с Розой Федоровной здесь проконсультироваться. Давайте мы пообщаемся. И возможно этот вопрос тоже взять на контроль. А вот в части еще учебы специалистов есть какое-то ограничение? Два, три, десять их могут поехать? Потому что, конечно, я думаю, что Ахинские жители найти хотели бы, чтобы все, условно говоря, все наши врачи, так или иначе, повысили свою квалификацию в учебных там заведениях. Значит, ограничений нет. Ну и вот от областной больницы был составлен список там около 75 человек. От областной? От областной больницы. Единственное, что вот сначала это же, ну как бы сказали, кто хочет. Сегодня есть параметры. Сегодня есть определенные параметры. Куда входит? Твой уровень знаний, твоя категория, твоя квалификация, твое знание иностранного языка. На каком уровне? То есть, что бы ни получилось так, что ты пишешь, я хочу в Гарвард, приезжаешь в Гарвард, и вообще не понимаешь, кто с тобой и о чем говорит. Причем, сразу же говорят, там это не значит, что ты должен знать досконально английский язык и так далее. Будет там, естественно, синхронный перевод, там не все так как бы вот просто, что обязательно ты там должен родиться в Америке, чтобы в Гарварде отучиться там эти 10 дней. Нет. Но тем не менее, определенные азы и определенный базовый уровень знаний у тебя должен быть. То есть, что бы ни получилось, что мы просто так проездили бюджетные деньги, прокатались, приехали, ну и просто как бы греет тебе сердце, что ты вроде как бы в ведущем университете проучился. Поэтому ограничений по количеству нет, скажем так, ограничения есть по качеству. Владимир Петрович, что касается Ахинской центральной районной больницы, ну, когда вы уезжали в область, говорили, что ее вы курируете, наблюдаете, специалистов ли сюда направлять там оборудование и так далее. В плане поступления нового оборудования, что ожидать Ахинской ЦРБ? Вот, может, с этого. Ну, я уже говорил, что компьютерный томограф новый, он уже разыгран, он уже идет сюда. Вот, ну, так, я не буду говорить на днях, но на неделях. На неделях будет новый компьютер. Кстати, это очень важно, потому что у нас один из, одни из первых мы получили компьютер в восьмом году и сегодня, когда уже почти полгода он не работает, в связи с тем, что он вышел из строя, он просто уже старый. Это крайне сложно, тем более здесь первичное судистоотделение, здесь онкологический центр. Без компьютерного томографа доктора уже просто не могут. Поэтому вот это очень важно. Что у них там еще придет? Халтера. Когда с губернатором были, задавали люди вопрос, что не всегда... В очереди стоят, да? В очереди, да. А в очереди, ведь тут дело даже не в количестве аппарата, который делает халтерское мониторирование. То есть можно вот сейчас, ну, пять их купить, то есть каждый день делать пять человек по халтеру, и мы закроем сразу проблему. Проблема-то в другом. Кто будет читать это? Кто будет это расшифровывать? В каждом районе, и Аха, не исключение, чаще всего, ну, один человек, который этим занимается, и то чаще всего он совместитель. Поэтому сегодня вот принято решение, мы на базе у себя в областной больнице делаем такой, скажем, колл-центр круглосуточный, который в круглосуточном режиме будет заниматься расшифровкой халтеровского мониторирования, расшифровкой ЭКГ, расшифровкой КТ, ну, МРТ, ладно, в районах нет. То есть вот в любой момент, ночью, утром, днем, можно по программе сбросить, специалист даст расшифровку. То есть это вопрос цифровизации, телемедицина, так называемая цифровизация, что теперь все это можно делать оперативно, быстро, путем... Мы сегодня вот вплотную работаем с одной такой компанией, которая, наверное, известна не только в России всем, но и за рубежом. Она более известна с другой немножко точки зрения. Называется она «Алмаз-Антей». Компания, которая выпускает С-400 и С-500. Но, оказывается, у этой компании есть прям целый департамент по невооруженным направлениям. Вот с директором этого департамента уже несколько раз встретились. Сейчас вот разработали цифровую эту программу. Они нам помогают. Кстати, 27 августа на базе областной клинической больницы будет проходить Всероссийский съезд хирургов. Приедут ведущие хирурги нашей страны, очень много гостей и так далее. И одним из направлений этого съезда будет следующее. Сейчас вот в июле мы в тестовом режиме с Москвой попробуем с институтом Вишневского провести. Это, я думаю, там у нас все получится. А вот в августе на этом съезде мы проведем это с Ахой. То есть в Ахе хирург будет делать операцию. А в Южно-Сахалинске ведущие хирурги, которые приедут на съезд, ну и мы, конечно, будем эту операцию в онлайн-режиме смотреть именно глазами хирурга. То есть будем видеть все, что там в ране, все, что он делает. И в онлайн-режиме можно будет сказать, подсказать, посоветоваться. Главное, вы там только не спорьте. В этот момент, да? Пусть кто-нибудь один принимает решение. Конечно. Поэтому вот если это получится, а это в любом случае получится, ну мы вот начинаем с Ахи, как более отдаленный район, ну и как район, конечно, который мне близок. Мы начинаем с Ахи, а потом как бы расширим вот всю эту программу на другие абсолютно районы. В плане приезда сюда высококлассных специалистов, вот мы же привыкли, коллеги ваши из Владивостока сюда приезжают, делали операции, как их нам ждать? Если я не ошибаюсь, они опять будут в сентябре здесь. В сентябре будут. То есть эта вся программа работает? Программа будет работать, пока мы здесь будем, будет программа работать. Они будут ездить, будут делать. Сегодня, кстати, очень хорошее направление по специалистам. Я не знаю, конечно, как оно сработает, но я думаю, сработает хорошо. Сегодня заключен договор с кадровым агентством. И выделено на это 20 миллионов рублей по здравоохранению. Сегодня специалистов, нужных любой больнице, в том числе и Ахинской, будет подбирать кадровое агентство. Мы пишем просто те направления, те параметры, которые мы хотим, но они в договоре уже прописаны. И кадровое агентство за деньги, конечно, ну, за деньги бюджета. Подыщет специалиста, дастся специалист. Сначала с ним беседуют по скайпу, потом он приезжает, работает. В течение полугода, ну, не очень хорошо, наверное, про наших коллег-то говорить, но в течение полугода мы можем, если нас специалист не устраивает по каким-то параметрам, поменять. И второго специалиста нам дадут уже бесплатно по этому направлению. Вот я не готов сказать, сколько в Ахе, мне кажется, шесть. Пока заявлено в кадровое агентство, вот с 1 июля это начинается. То есть, поиском сотрудников, работников займутся профессионалы. Абсолютно правильно. То есть, никто, кстати, не говорит, что теперь с молодыми специалистами, как мы выезжаем там на распределение, привлекаем, что это закончилось. Нет. Но, вот, например, ну, в Аху там я просто так говорю, нужен, например, хирург. И нужен хирург сегодня, который будет оперировать для параскопической операции, там, какие-то другие высокотехнологичные операции. Вот на такого специалиста заявка в кадровое агентство, который найдут. Где-то он уже работает, там, у него стаж уже 10 лет, есть опыт и так далее, и так далее. Но, кроме этого, мы будем привлекать молодежь, учить ее, обучать. И она будет работать совместно с теми специалистами, которые кадровое агентство привлечет. Ну что ж, Владимир Петрович, большое спасибо, что пришли ответить на наши вопросы. Уважаемые телезрители, напомню, что сегодня в рубрике «Серьезный разговор» побеседовали с депутатом Сахалинской областной думы, главным врачом Сахалинской областной клинической больницы Владимиром Петровичем Разумейко. Владимир Петрович, большое спасибо вам и вашим коллегам за работу. И в областной думе мы уделили половину нашей беседы этому направлению, но и, конечно, вашим коллегам, которые вместе с вами помогают сохранить наше здоровье. Спасибо. Вам спасибо. Всего доброго всем. До свидания.